всем привет дорогие друзья с вами как всегда фил и сегодня как я и говорил в прошлом видео разработчики все-таки сделали для нас сотый дэвблог и на это реально интересно посмотреть что ж давайте начнем обо всем по порядочку первое это xp система ну как бы и логично что сотый дэвблог начинается с нее так как очень давно уже он ее ждал но информации в первом блоке немного так как разработчики решили заменить свои слова видосиком англоязычного блогера единственное про что они тут написали это баланс который по их словам еще далек от идеала и будет постепенно корректироваться второе способы получения опыта сейчас я перечислю некоторые из них это рыбалка добыча деревьев и руды крафт предметов нахождение ящиков разбивание бочек охота на животных убийство людей уничтожение вертолетов и все такое дальше разработчики обращают наше внимание на то что большую роль в прокачке будет играть право собственности как я помню о нем говорилось в прошлом дэвблоге но напомню еще разок право собственности будет распространяться на все предметы сделанные вами и если кто-то другой будет ими пользоваться то за это вы будете получать немного опыта следовательно при большом количестве взаимодействий с людьми часть ваших вещей так или иначе будет разделяться по серверу что может создать большой поток генерации опыта третье записки в игре насколько вы знаете этот листочек давно уже был введен в игру еще со времен бумажных карт но был полной бесполезностью теперь в нем хотя бы можно писать и если другие игроки его найдут они смогут прочитать ваше послание четвертое июль 2016 год память о старом добрым расти который был основой еще вчера это были времена чертежей и фрагмента как вы помните ветка с этим раз там осталось поэтому если кто не наигрался у вас еще есть возможность пятое лаунчер теперь если что-то обновляется он будет показывать прогресс как говорят разработчики теперь не придется ждать непонятных долгих загрузок перед тем как поиграть шестое следующий шаг это придумал не я это все со слов разработчиков у них много идей которые они хотят реализовать в игре это катание на лошадях электричество дронов смотрители и еще много разного о чем здесь пока не написано что касается оптимизации то это тоже когда-нибудь будет 7 ранние стадии игры когда вы впервые появитесь на свет в настоящем расти вы можете заметить заниженную стоимость оружия ближнего боя которая раньше стоило дороже это сделано для того чтобы новые игроки могли быстрее развиваться на начальном этапе даже дурацкий деревянный пистолет улучшили ради новичков теперь он наносит на 25 процентов больше урона и более надежный разработчики надеются что бесконечное убийство бомжей прекратится восьмое подземелье но тут уже привычное по последним обновлениям текстурирования которым вы можете насладиться на фоточках в общем местность должна быть красивая и даже с местами которые будут напоминать прошедшую перестрелку девятая костяная броня она еще находится на стадии разработки но вот у разработчиков пришла новая идея как вы видите это шлем в виде черепа который смотрится ну очень устрашающе и агрессивно 10 стабильность изменили вклад в стабильность от столбов и крыш теперь устойчивость от них станет меньше что будет препятствовать построению больших башен и вышек разработчики понимают что убирают из игры часть возможности к творчеству но как обычно обещают балансировать в будущем 11 алекс вебстер вы спросите почему я назвал имя человека вместо нормального заголовка к пункту ну скажем так это пожалуй самый веселый пункт сегодняшнем дэв блоге этот чувак пишет следующее пока вся команда занималась обновлением windows xp по некоторым причинам я смотрел сон и там походу ему прилетело в голову тупым предметом либо это гарри огрел его черенком от лопаты не знаю и он стал вновь как и на протяжении уже наверное десятой недели делать метательное оружие да красавчик 12 звуковые изменения про них особо говорить не будут так как большинство из них связаны с оповещаниями по xp системе 13 двустволка для нее уже разработали лод сетку и начали заготавливать материалы а также вы можете заметить на картинке что в качестве визуального интереса в него воткнули отвертку 14 анимация игрока исправили вновь появившиеся проблемы с анимации рук игрока с оружием от третьего лица 15 спящий исправили баг при котором спящий игрок показывался стоящим до тех пор пока к нему не подбежишь и на этом все надеюсь долгожданный сотый деф-блог вам понравился и вы поставите под видео лайк не забывайте подписываться на канал и следить за новостями в моей группе вконтакте всем удачи пока